Как же приятно звучит мой голос на этот USB микрофон. Он красив, компактен, и я сейчас говорю не про Rode NT-USB, потому что он у меня вообще отключен. Я сейчас говорю про вот этот петличный микрофон, а Rode NT-USB тут ни при чём. Хотите верьте, хотите нет, но сейчас в моих руках настоящий USB микрофон с возможностью прямого мониторинга в наушники. Кстати, без каких-либо шумов и искажений. И звучит он действительно офигенно. А стоит всего 20 долларов. И заставка, а потом так... И ништяк. Кто сказал, что хороший микрофон это что-то дорогостоящее? Кто бы это ни был, это был точно не я. Чего-чего, микрофонов у меня было множество. Это были абсолютно разные микрофоны, как для применения, так и в ценовой категории. И с каждым годом цена приемлемого звука становится всё меньше и меньше. Герой моего сегодняшнего видео – петличный USB микрофон Maono Elf Pro. И его собрат Maono AU100. Я покажу вам разные сценарии использования петличных микрофонов, и вы сами сможете увидеть, что петлички можно использовать в абсолютно любых сферах деятельности, стоит только захотеть. На упаковке начали экономить, принт средненький, логотип не блестит, но радует, что нет лишнего пластика. Внутри есть инструкция на английском языке, а сам микрофон просто лежит в мешочке. Звуковая карта, металлическая еда – это полноценная звуковая карта, её нужно подключать только в USB порт. Поэтому технически это USB микрофон, который будет звучать одинаково на любом устройстве. Если кто не понял, вам не нужна звуковая карта, потому что это USB микрофон, и он подключается в USB вашего ноутбука, компьютера, куда угодно, где есть USB, но в звуковой карте, чтобы вы понимали, вот у меня есть крутая профессиональная звуковая карта, тут даже интерфейса подключения USB нет. Это фейервер порты, если что, не USB. И мне приходится это повторять, потому что в моих комментариях под обзорами моих микрофонов, которые я делаю, всегда спрашивают, в какую звуковую карту я записал тот или иной USB микрофон. В USB. Это USB микрофон. В USB. В звуковой карте есть разъём для наушников, который позволяет подключить свои наушники для прямого мониторинга звука. Кстати, озвучка всего этого видео я также произвожу при помощи этого микрофона с использованием поп-фильтра, также от Maono. Для чего нужен поп-фильтр, на моём канале есть отдельное видео. Радует, что драйвер микрофона брендированный, без каких-либо непонятных символов. Maono Elf Pro. На фоне того же Fifine с его непонятными подписями тут всё прекрасно. Уровень громкости в системе я установил на 100%, и мне этого достаточно. Частоту дискретизации можно выбрать чуть ли не самую максимальную, но на деле больше 48 тысяч ставить нет смысла. Чувствительность микрофона минус 30 дБ, соотношение сигнал-шум 74. Частотный диапазон 50 Гц-18 кГц. Тип направленности всенаправленный, то есть он будет улавливать звуки со всех сторон. Длина микрофонного кабеля составляет 2 метра, этого более чем достаточно для записи на ноутбук или компьютер. Микрофон и звуковая карта единая целая, и единственное гнездо в нём это гнездо под наушники, то есть под мониторы. Этот разъём определяется как аудиокарта, то есть всё, что происходит в вашей системе, можно слушать через наушники. Но, к сожалению, в это время всегда включен мониторинг, и любой звук, окружающий вас, будет попадать также в наушники. Собственно, слушать музыку будет крайне неудобно, если только не отрезать микрофон, потому что выключателя там нет. О мониторах Maona IU-MH601 могу сказать, что они действительно выдают достаточно правдивый звук. И, допустим, когда играет фоновая музыка, я чётко могу расслышать отдельно музыку и отдельно голос, и они не превращают всё в кашу. Мои уши, как правило, болят от любых наушников, но не от этих, амбушюры тут очень мягкие. К недостаткам я бы приписал софтач, он собирает на себе кучу грязи и, скорее всего, сотрётся со временем. Ну и конкретно мой экземпляр пришёл мне без одного болтика в корпусе, пришлось колхозить. К преимуществам я бы отнёс возможность подключать разные диаметры проводов в левое и в правое ухо по желанию. Качество звука меня порадовало, и теперь это мои основные мониторы для работы с видео. Так что Маона умеет не только петлички. Кстати, петличный микрофон идеально подходит для разного рода стримов, потому что он не расположен на столе, на котором я бью по своей клавиатуре, и, соответственно, он не так сильно улавливает звуки механической клавиатуры. Это очень важно. Многие стримеры у меня спрашивают, а вот как сделать так, чтобы не было слышно клавиатуры? Я говорю, нужно расположить микрофон как можно ближе к своему рту. Поэтому петличный микрофон подходит не только для озвучки, что я уже доказал, но и для игр. Но для тех, кому всё-таки нужно делать запись вдали от компьютера, есть Маоно АЮ-100. Это также петличный микрофон, но он в корне отличается от первого. Тут на упаковку не поскупились, хотя минимализм эльфа мне нравится больше. В комплекте также есть мешок для хранения. А длина провода петлички метров шесть не меньше, чтобы вы могли втыкнуть её, например, в свою камеру и отойти куда подальше. Не знаю багата или фича, но в комплекте лежит целых два крокодильчика. А ещё две батарейки и две ветрозащиты. Микрофон подключается посредством 3.5 джек с переходником, если необходимо. Разумеется, для такой петлички вам потребуется хорошее записывающее устройство. Увы, телефоны далеко не всегда выдают хороший звук. Вернее, они почти никогда не выдают хороший звук. Поэтому, чтобы хорошо записать петличку, нужно покупать хороший диктофон. В своих видео я использую диктофон Zoom H1N. Это вполне себе нормальный 100-долларовый диктофон. Хотя, если бы я снимал на него обзор, я бы сказал так. Zoom H1N – убийца ожиданий. У данной модели есть дополнительный элемент питания в виде батарейки. Это необходимо для камер, которые не способны подавать ток на микрофон, чтобы он работал. Кстати, микрофон Boya BY-M1 работает по точно такому же принципу. На микрофоне есть переключатель, которым мы выбираем необходимый режим с батарейкой или без. Сам микрофон я подключаю к диктофону Zoom, так как моя камера не поддерживает микрофоны. В чем преимущество петлички на фоне записи непосредственно на микрофон камеры? В том, что когда я отдаляюсь, я могу отойти очень далеко, оператор все равно в стойном месте. Мой голос все равно по-прежнему слышно так, как будто бы я нахожусь рядом. Кто-то из вас заметил, что качество звука стало хуже. Это потому, что расстояние от моего рта источника звука до петлички стало больше. Конечно, вот так вот делать интервью с петличкой в руках никто не будет. Поэтому мы жертвуем качеством и размещаем ее где-нибудь вот здесь. Сейчас. Примерно вот таким образом. Если у вас нет цели писать звук где-то вдали от компьютера, то, конечно же, лучше купите себе USB-петличку, потому что у нее и качество звука выше, чем у диктофона. И по стоимости выйдет примерно в 6 раз дешевле. Хотя варианты подключения USB-петлички к телефону есть, и это не лишено смысла. Если ваш смартфон поддерживает OTG, и у вас есть переходник, то и петличку к нему подключить можно. Переходники есть и покомпактнее, чем у меня, но тем не менее это работает. А подключил я это все дело к своему разбитому Самсунгу, по той лишь причине, что на Xiaomi у меня эта авантюра не запустилась. Но, как видно по графику частоты, микрофон полностью работает. Если сравнивать Maono IU100 и Maono ELF PRO, я отдам предпочтение второму. Это офигенная USB-петличка, и ее я рекомендую к покупке каждому. Я еще раз подчеркиваю, если вам понравилось, как звучит мой голос в этом видео, и тем более, когда я говорю вот так, то вы тоже можете добиться этого же результата, купив себе такую же петличку, потому что звучать она будет одинаково у всех на всех устройствах. Все ссылки будут в описании под этим видео. А с вами был Джон Панч, еще услышемся.